Разберем задание номер 14 из реального единого государственного экзамена по математике. В цилиндре образующая цилиндра перпендикулярна плоскости основания. На окружности одного из оснований цилиндра выбраны точки А и В, а на окружности другого основания точки В1 и С1. Причем ВВ1 образующая цилиндра, а отрезок АС1 пересекает ось цилиндра. Докажите, что угол АВС1 прямой и надо найти еще угол между двумя прямыми, если известны длины некоторых отрезков. Покажем на рисунке цилиндр. Заметим, что по условию, так как образующая перпендикулярна плоскость основания и основаниями являются окружности, то это мы имеем обыкновенный прямой круговой цилиндр. Далее, также на рисунке показана ось цилиндра ОО1 и показана точка D, которая получена путем пересечения отрезка АС1 с осью ОО1. А это на рисунке по условию задачи нам как раз и дано. Нам необходимо найти угол АВС1 и доказать, что он прямой. Давайте я покажу его. Вот этот уголок нас интересует. Угол АВС1. А так как ВС1 является наклонной к плоскости основания, то есть к плоскости АОВ, можно тремя точками характеризовать плоскость основания, то удобнее всего доказывать, что этот угол прямой и с теоремой о трех перпендикулярах. То есть нам, возможно, понадобится найти проекцию прямой ВС1 на плоскость основания, на плоскость АОВ. Ну, обо всем по порядку. Давайте начнем с того, что запишем, что такое точка D. То есть начинаем оформление. Первая часть задачи. И запишем, что точка D у нас является точкой пересечения прямой АС1. То есть АС1 пересекается с осью цилиндра ОО1 в точке D. А так как ОО1 это ось цилиндра, а ось цилиндра тоже это можно написать ОО1 перпендикулярна к плоскости основания, то есть к плоскости АОВ, то отсюда следует, что точка О является проекцией точки D на плоскость основания. Но если точка О является проекцией точки D, то это значит, что прямая АО является проекцией всей прямой АС1 на плоскость основания. Давайте проведем прямую АО и запишем, что отсюда следует, что прямая АО является проекцией проекцией наклонной АС1 на плоскость основания АОВ. Вот таким образом. И вот теперь попробуем доказать, что если мы сейчас опустим перпендикуляр, то есть проведем образующую с точки С1, попробуем доказать, что точка С как раз окажется на прямой АО. Может быть это кому-то сразу видно, но давайте все-таки попробуем аккуратно это доказать. Так вот, мы можем оформить это доказательство следующим образом. Пусть С1С является образующей цилиндра. Вот давайте проведем С1С вот таким образом. Пусть С1С является образующей цилиндра. То есть, если С1С образующая, то это значит С1С перпендикулярна к плоскости АОВ. Вот можно уже с этого начать запись. То есть С1С по построению перпендикулярна к плоскости АОВ. К плоскости основания. К плоскости АОВ. К плоскости АОВ. А так как СС1 перпендикулярна к плоскости АОВ, то точка С является проекцией точки С1 на плоскость основания. Можно так и написать. То есть, точка С это проекция точки С1. Но если точка С является проекцией точки С1, а прямая АО, как мы раньше записали, является проекцией всей прямой АС1 на плоскость основания, то это значит точка С принадлежит прямой АО. Вот это важно. То есть так и запишем. Точка С принадлежит или лежит на прямой АО. Теперь, так как точка С принадлежит прямой АО, это значит центр окружности нижнего основания, лежит на хорде АС, а значит АС является диаметром. Вот тоже это можно как-то оформить. То есть О принадлежит АС, отсюда следует, что АС диаметр окружности нижнего основания. Но теперь, так как АС диаметр, то заметим, что угол АВС, который является вписанным, нам это надо показать, этот угол, вот проведем ВС, и тогда вот этот угол АВС, который является вписанным в окружность нижнего основания, он опирается на диаметр, а значит он равен 90 градусов. То есть вот этот угол равен 90 градусов, он прямой. Так как АС диаметр, то отсюда следует, что угол АВС равен 90 градусов. Теперь перейдем к прямой ВС1. ВС1 является наклонной. Так, что у нас тогда получается? ВС1 является наклонной, но так как точка С является проекцией точки С1 на плоскость нижнего основания, то ВС является проекцией наклонной ВС1 на плоскость нижнего основания. Вот это тоже нужно записать. То есть так и запишем, что ВС1 это проекция прямой ВС1 на плоскость АОВ. На плоскость, или АВС уже можно писать, или АОВ, не важно. На плоскость нижнего основания. Ну а тогда, так как ВС проекция, и проекция при этом мы доказали перпендикулярно прямой АВ, то тогда и наклонная ВС1 по теореме о трех перпендикулярах тоже будет перпендикулярна к прямой АВ. То есть пишем, то есть, то есть отсюда следует, что наклонная ВС1 также будет перпендикулярна к прямой АВ, а это значит, что угол АВС1 равен 90 градусов. Ну вот тоже можно коротко в скобках записать, что это по теореме о трех перпендикулярах. Итак, что и требовалось доказать. Первую часть задачи решили. Переходим ко второй части задачи. Задание В. Найдите угол между прямой АС1 и прямой ВВ1. Где у нас прямая АС1? Сейчас еще раз ее покажем получше. Вот она прямая АС1. Надо найти угол между прямой АС1 и прямой ВВ1, которая является образующей. Заметим, что эти две прямые являются скрещивающимися. То есть они не пересекаются. Они не пересекаются, то есть они не лежат в одной плоскости, не являются параллельными, не пересекаются и так далее. Почему, кстати, как заметить, что они являются скрещивающимися? То есть как доказать, что они не пересекаются? Можно это доказать легко следующим образом. Предположим, возьмем плоскость АВВ1. Вот эту. Но это все писать не нужно в решении. Просто это для себя нужно знать. Так вот, если мы возьмем плоскость АВВ1, то в этой плоскости как раз лежит прямая ВВ1. Вот это наше образующее. А другая прямая АС1 пересекает эту плоскость АВВ1 в точке А. Причем точка А на прямой ВВ1 не лежит. А таким образом уже понятно, что кроме как точки А у прямой АС1 других точек, общих точек с нашей вот этой плоскостью уже больше не будет. Но прямая ВВ1, понятно, через точку А не проходит и полностью находится в плоскости АВВ1. Таким образом мы доказали, что эти две прямые не пересекаются. То есть они не параллельны и они не пересекаются. Значит они являются скрещивающимися. А как найти угол между скрещивающимися прямыми? По определению углом между скрещивающимися прямыми называется угол между пересекающимися прямыми параллельными скрещивающимися. А это значит нам необходимо либо осуществить параллельный перенос одной прямой до пересечения с другой. либо обе прямые параллельным переносом каким-то образом переместить так, чтобы они стали пересекаться. В данном случае удобно АС1 не трогать, то есть мы ее трогать не будем, а вот ВВ1 мы перенесем в СС1. Так как СС1 параллельно ВВ1, это образующие цилиндры, они параллельны, то это значит, нужный нам угол можно заменить углом между прямыми АС1 и СС1. Почему? Потому что ВВ1 параллельно СС1, а значит угол между АС1 и СС1 как раз будет искомый угол. Так и запишем. Вот это надо все подробно и аккуратно записать, то что мы заменяем. Итак, что мы делаем? Мы должны найти угол между прямыми АС1 и ВВ1. Как выяснилось, этот угол ВВ1 мы можем заменить на угол между параллельными прямыми, но АС1 мы даже не будем осуществлять параллельный перенос, оставляем на месте, а вот ВВ1 мы заменяем на параллельную, на СС1. Это значит, нужный нам угол, это угол между прямыми АС1 и СС1, то есть это угол АС1С. А это значит, угол между скрещивающимися прямыми будет равен линейному углу АС1С. АС1С. И вот этот угол нам будет удобно найти из треугольника АСС1. Причем заметим, что он прямоугольный. Давайте покажу. Вот из этого треугольничка мы будем находить угол АС1С. Можно, кстати, этот угол обозначить через альфа, чтобы нам было проще дальше делать. То есть пусть этот угол мы обозначили его через альфа. Кстати, почему этот желтый треугольник прямоугольный? Потому что СС1 образующая, она перпендикулярна к плоскости нижнего основания. Значит, перпендикулярна к любой прямой, лежащей в этой плоскости нижнего основания. Но АС лежит в этой плоскости нижнего основания. А значит, прямые СС1 и АС перпендикулярны. Значит, вот этот уголок прямой. А это значит, нам необходимо из этого прямоугольного треугольника сейчас найти нужный нам угол при вершине С1. Вот этот вот угол. Что нам дано? Нам дано, что AB равно 8 Подпишем Вот эта длина отрезка AB нам дана Она равна 8 Вот он 8 Идем дальше Что нам еще дано Нам еще дана длина отрезка B1C1 Давайте покажем, что это за отрезок Вот он B1C1 И длина его равна 15 Заметим, что B1C1 равен BC То есть BC тоже 15 Подпишем, что BC 15 Кстати, почему это так? Потому что BB1 и CC1 Это образующие цилиндры Образующие равны и параллельны То есть Вот эта образующая BB1 равна CC1 Они равны и параллельны Так как они перпендикулярны к одной и той же плоскости Но раз они равны и параллельны То это значит, что BB1C1C Как минимум параллелограмм Ну понятно, что он прямоугольник Но нам даже и параллелограмма бы хватило Так вот, так как это параллелограмм То у него противоположные стороны попарно равны Значит, BC равно B1C1 Таким образом Мы сейчас запишем Что, как оказалось BC равно B1C1 А B1C1 по условию задачи равно 15 Далее И нам еще дано BB Длина образующей BB1 равно 6 Но CC1 тоже образующая Значит, CC1 тоже равна 6 Теперь нам можно найти AC из прямоугольного треугольника ABC Потерем Пифагора Находим Из прямоугольного треугольника ABC Потерем Пифагора находим гипотенузу AC равно корню квадратному И суммы квадратов катетов Это будет у нас AB квадрат Плюс BC квадрат Плюс BC квадрат Подставляем и находим Равно-равно AB Так, AB это 8 в квадрате Плюс 15 в квадрате Ну, кто уже видит Это Пифагорова тройка Да, там 17 получается Ну, кто не видит Так посчитаем Не проблема 8 в квадрате Это у нас 64 Плюс 15 225 289 Корень из 289 получается Корень из 289 А это у нас 17 Таким образом Мы нашли Два катета В нашем прямоугольном треугольнике ACC1 А это значит Из двух катетов Можно найти тангенс Острого угла Найдем сейчас Тангенс Вот этого нужного нам Острого угла Тогда у нас получается Тангенс нужного нам Угла альфа То есть угла AC1C Равен отношению Противолежащего катета К прилежащему Это будет AC Разделить на CC1 И сразу подставляем Равно Равно Что у нас тогда AC это у нас 17 А CC1 это образующее Это 6 Итак Тангенс альфа Равен 17 шестых А это значит Сам угол альфа Равен ARCTANGENS 17 шестых Ну и теперь Записываем ответ То есть в результате у нас Пишем ответ Ответ Можно просто написать ARCTANGENS ARCTANGENS 17 шестых Задача решена Кому решение задачи понятно Не забудьте поставить лайк И напишите обязательно Несколько слов В комментариях К этому видео Субтитры создавал DimaTorzok